Туберкулез Туберкулезом и смертности от него, эпидемическая ситуация все еще остается напряженной. Чтобы снизить печальную статистику, медики проводят профилактические мероприятия, рассказывают жителям, что нужно делать в случае выявления болезни и рекомендуют раз в год в обязательном порядке проходить флюорографию. Республика Тула для активного выявления туберкулеза легких обеспечена достаточно флюорографической аппаратурой. В каждом рентген-кожуне имеются стационарные флюорографические установки. Кроме того, для обследования сельского населения перед поселков в рентген-флюорографическом отделении Туб-диспансера имеются передвижные флюорографические установки. Три пленочных, одна цифровая. Для спокойствия населения, чтобы это нужно, нужно пройти один раз в год флюорографическое обследование. При сельских населениях, когда приезжает передвижная флюорографическая установка, а для жителей райцентров и городов, необходимо просто посетить рентген-флюорографический кабинет обязательно раз в год, потому как у нас заболеваемость в республике Тывар высокая. 2017 год – 75-летие Сталинградской битвы. Долгих шесть с половиной месяцев длилась битва за Сталинград. Именно она стала переломным периодом в истории Великой Отечественной войны. Найти останки и увековечить память погибших солдат в Волгоградскую область съехали с представителей Красноярского края, республики Саха, Якутия, республика Татарстан, Екатеринбурга, Оренбурга, Волгограда и Тувы. В экспедиции в составе поисково-спасательного отряда «ДУЗА» приняли в участие девять студентов Тувинского госуниверситета. При раскопках мы обнаружили останки погибшего солдата из Красноярского края. Мы раскопали и вместе подняли, вместе с ребятами из города Волгограда самого. Как мы знали, у этого солдата был, ну или рядом лежал, рядом с останками лежал стакан с фамилией, ну и с инициалом. Раскопки производились в местечке, расположенном вблизи поселка Рассушки в Волгоградской области. Место экспедиции было определено не случайно. В этом поселке находится военное мемориальное кладбище. В ходе поисковых работ они находили останки солдат, снаряды, боеприпасы, противопехотные мины, автоматы и так далее. Наши студенты узнали, как люди там воевали, окопы, блиндажи, траншеи. Мы это видели своими глазами воочию, сами все раскапывали. Нам опытные руководители, опытные товарищи нам все подсказывали, все, что как было. Вот так мы узнали, почувствовали дух войны, как это было. Но это страшно, так это не передать словами, надо видеть, чувствовать.